Всем доброе утро, друзья! Как всегда, по традиции, в праздничные дни начинаю вести влог я, и как от мужской половины нашего канала, поздравляю всех женщин, девушек, девочек, бабушек, прабабушек. Всех поздравляю с этим праздником, с международным женским днём, с вашим днём. Будьте всегда любимыми, красивыми и без вебра. С самыми счастливыми, причём не только в этот день, но и в любой другой день года. А я пока уже купил небольшие тюльпанчики, с одной розочкой, я что-то думал в центр положить, но не получилось, в общем, неважно. Сейчас пойдём поздравлять Диану, так как она не догадывается, что у меня там в рюкзаке ещё подарок припрятан. Она думает, что мы едем в воскресенье на конкурс, и это и будет подарок. Но нет, её ожидает ещё небольшой сюрприз. Ирину Аршулусину и Карину я поздравлю попозже, уже в течение дня. Ну а Диана с самого утра, по традиции, блин, пришлось снимать на другую камеру, я думаю, качество не очень, ещё как бы ранее утро, 6 утра. Ну а той камерой Диана флешку, блин, оставила в ноутбуке, когда монтировала, и чтобы её не будить лишний раз, пришлось брать другую камеру. Так что пойдёмте поздравлять. Ну это как это называется? Быстро, быстро одевайся. Вот как это называется? Как это называется? Почему ты уже встала? Я давно проснулся. Нельзя так. Я слышала, как ты шуршала. 8 марта, с подненьким, тебе маленьким. Спасибо, Борисок. Спасибо. Вот. Так. Это тебе. Ну, розочка должна была быть посередине. Спасибо. Ну, так как тётушка очень сильно спешила. Нормальная тётушка. Она сбоку положила, а я, кстати, уже куча клиентов, там женщина. А ты говорил, что тебе не положили? Я ей говорил сразу, а потом думаю, ну что я буду ей с самого утра портить настроение. И у неё ещё целый тяжёлый рабочий день. Думаю, ладно, так ещё быть. Тётушки паны крутые. Я сразу подумал, что их самостоятельно вырезали. А будет такой сорт? Не надо. Но ты представляешь, они померли из их. Класс. Ну, да. Спасибо. Ну, это я случайно его почти открыл. Почти я половину съел, конечно. А, ну, понятно. Ты всё голодный по дороге съел. Да, да, да. Спасибо большое. Вот так приятно. Держи, что неприятно. Не совсем держу. Ну, я как слышала, конечно, гупал. Вот приучил. Приучил, блин, рано вставать. И всё. Я брать ту камеру, думаю, а ну включу на всякий случай. Карты памяти нет. Она тут вот. Да, в ноутбуке. Это хорошо, что я включил, думаю. С праздничком! Поздравляю всех. Спасибо. Поздравляю всех, спасибо. А, в смысле, мне послушать поздравляю всех. Да, я всех очень сильно поздравляю с 8 марта. Будьте такими же женственными, будьте добрыми, будьте мудрыми. Потому что, ну, девушки, женщины — это украшение мира. Они должны быть, ну, как бы вам сказать... Обратный сексизм. Ну, ладно, продумывай. Мужчины — это сильная сторона, а женщины украшают мир. Да, поэтому мы должны быть нежными, как вот цветы. Иногда, конечно, колючими немножко, но в меру, чтобы это было гармонично. Надо было кактус подарить. Ну, кактус мне тоже нравится, с цветочком, очень красивая штука. То не кактус. Я ходил, читал название «То не кактус». Ты хотел купить? Да. Серьёзно? Да, но то не кактус. Кактус я тебе подарю. Все равно, что говорил о том, что он кактус и алоэ. Ну, когда он забор и по ночам, короче. Такие, да. Ну, ладно. Главное, будьте здоровыми, любимыми, ухаживайте за собой и смотрите на мир светлыми, добрыми глазами. Будьте добры к людям, они будут добры к вам. И всё будет замечательно и прекрасно. Хорошей всем выясненной. Ну, сфоткайся ты с Рафаэлкой. Сфоткайся с Рафаэлкой. Почему? Ну, тогда на, сфоткайся с этим. Что это? С 8 марта. Не надо будет. С 8 марта. Что здесь? С 8 марта. С праздником. С праздником. Ты уже сделал подарок. С праздником. С праздником. Игроку поменял. Да. Нет, тут а коробка. Да. Я тебя убью. С праздником. С праздником. Спасибо большое. Ты же не должен был подарок, Дэни. Зачем? Ты подарил подарок. Класс. Вот это круто. Это новая коллекция у них весенняя. Белые. Не белые. Ханай будет. Они с мятой. Какая красота. А, блин, они небось это. Какие? Спасибо большое. Я в шоке. Ну, а тебе. Я тут прошлый год телефон подарил. Тут кеды. В 8 марте на крутой праздник. Ну, кеды, видишь, мы теряем уровень, ажи кеды. Не надо кеды будет. Бумасики. Почему белые? Мышские. Оригинал. Потому что не под все будет тебе идти. Они скоро станут черные. Ты помнишь, как я хитро вымерял размер твоей стопы? Не помнишь? Не. Когда я свою, типа, сразу руку мерил, потом ногу, потом твою руку мерил в сантиметрах, ногу. Их можно померить? Можно. Я вымерял, типа, я где-то вычитал, что там размер руки от ноги от чего-то зависит, и сразу свое вымерял вот тут на кровати, а потом твою на прошлой неделе. Вот. Да. Типа, чтобы узнать сантиметры. Это 8 марта удалось. А потом вспомнил, что у тебя же кроссовки Puma, и у них размеры одинаковые в одной фирме. Так что это должен быть твой. Но эти чуть поуже. Я надеюсь, ты влезешь. Наверное, кто не видит, да? Котик, может, ты не на одного луна? Ты чего? Возьми хоть последний. На. Господи, какой запухший. Я так видео снимал? О, нет. Скажи, что они для тебя как раз. Размеры по длине 100%. Да. Ай. Да? Да, угу. Да, шикарно. Ну, я по тем вымерял. Ну, ты вообще хитрый, жук-хитрый. Не, я сразу эту ногу померял. Ой, как извращался, чтобы ногу-то вымерить тогда. Придумывал. А потом вспомнил, у тебя же тоже Puma, у них одинаковые эти размерные сетки. А какие цвета были? Вот и с розовым. Ну, там просто не нежно-розовый, а такой грубовато-розовый. А, фуксия какая-нибудь. Да, поэтому я думаю... Я не люблю ярко-розовый. Если бы он был нежно-розовый, да. Вот, я любитель розового, но если он ярко-розовый... Он прям ярко-ярко-ярко такой грубоватый. Я уже его не люблю. Был наоборот. Полностью мята, а вот эти полоски и шнурки белые. И полностью розовые полоски и шнурки тоже белые. А, нет. Это самое не красиво. Ух ты, ну красиво. Поехали. Классно. А под что мне их носить? Да под все что угодно. Это ж кедики. Под что я носила кеды вообще раньше? Откуда я знаю? У тебя не было нормальной кеды. Нет, я были у нас на кеды, которые под все носили. На, китайские. Ну и вот. Класс, спасибо большое. О май гады был. Почему мне неловко всегда? А, я не знаю. Потому что вы довольны, что конкурс мой подарок. Я не знаю с кем, заметь, я ни разу с тобой не согласился. Ты не сказал, ну конкурс, ну тебе подарок. Я тебе сказал, посмеялись, посмеялись. Потом ты сама с собой договорилась. Все, конкурс мой подарок. Я говорила, но не раз. Это специально твоя тактика опять. Заставить меня поверить в том, что мой подарок будет. У кого тогда эмоций больше? Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я вот самая красивая. Самое печальное то, что они меня начали палить. Высвечиваться мне в инстаграме, как реклама. Это же когда просматриваешься. И они у меня постоянно, я листаю в инстаграм, где она рядом лежит. И мне высвечиваются. Кеды пума с розетки. Кеды то оттуда. Или елки-палки меня палят. Я вообще, ну у меня же тоже все время все высвечиваются. Я не подумала. Просто потому что я знала, что ты смотрел кеды на розетки. Тебе просто поэтому теперь это все. Именно эта модель и высвечивалась. Эта и с розовым. Офигенно. Они очень красивые. У меня когда-то были полностью белые кеды. Я их очень долго носила, пока замок не сломался. Потом у меня были тапочки мятного цвета. Я подарила их Миленке. Она ими очень довольна. Зайчики, помнишь? Белые пушистики у меня. А теперь у тебя белые с мятой. Теперь у меня бело-мятные. Пушистого не хватает. У меня пушистого снимали. Они очень крутые. Они какие-то дышащие, наверное, да? Нет? Что? Это просто дышащие какие-то или это просто дырочки? Да? Это не китайская обувь. У меня будут крутые кеды. Это не китайская обувь, чтобы они были просто дырочки. У меня все мои кеды, которые были, это были кеды в районе 400 гривен. Ну, они тоже долго носились, так что. А эти, наверное, будут слушать немножко. А что это такое? Типа soft foam. Optimal comfort. Это типа новая коллекция, да? Это просто? Это надо носить, нет? Нет. Аксессуар, обуви. Блин, они белые! Я люблю белые. Я люблю очень белые, но я сменю. Это вот это верх белый, он нормально вымывается. Очень плохо вымывается вот эта резина белая. Она сразу темнеет. Но они что-то не белые резины. Она не мятная. Ну, купишь зубную щетку отдельную для... У нас же есть специальная штука для... Нет, зубную щетку и паста, она вытирается очень хорошо. Старую, теперь возьму зубную щетку. Да, да, можно и так. Ну, возьми. Сегодня мы идем в шикарный ресторан, в который успели заказать. Ты договорила на камере? Нет, я еще не рассказывала. О, господи. Мы уже с мамой целую неделю с тебя все надлежали. Да, дергают меня и Геннадия Юрьевича. Короче, в понедельник, думаем, ну, понедельник, в пятницу, 8 марта, нужно заказать ресторан. На 8 марта мест нет. А я Леша рассказала, смотри, они еще за месяц заказаны все, я пошутила. А мы шутили. Еще такие умные сидели, спрашивали, в какой ресторан вы хотите, они уже выбрали. Да. А я дам вам звонить. Все заказаны. Короче, идем в итоге в кафе. В кафе идем, идем в Токи. Это получается кафе... Это кафе как кафе неплохое. Не, оно... Но это не ресторан. Это то кафе, в котором мы с девочками, когда в универе гуляли, так, куда пойти так, чтобы недорого или чтобы там быстро, чтобы рядом? В Токи или в Мюрроуз? Ну, мы с папой и с Лешей просто так смеемся. На самом деле мы просто подкалываем, но прекрасно понимаем, что так все забито. Ну, сам факт. И они еще попросили полную предоплату. Ну, это уже, да, на 8 марта все так. Полностью. Получается, ну, только с каждого по 300 гривен. Да. Заплатили. И еще даже хотели, чтобы мы заранее сделали заказ. Мама, вообще половуешься с этого? Типа, выберите заранее, чтобы вы там... Мы там сразу вам все подали. Еще придем, они все холодные подадут. Валите быстро, столик освобождайте. Нет, там вряд ли столик, я говорю, там, скорее всего, просто много заказов будет по телефону на доставку. Я понимаю, но должны же как-то... Не, ну это понятно, это их уже проблемы. Момент. Ну, короче, да. Вот такие дела. Ну, праздник начинается. Ну, праздник закончился для меня все. Да, подожди, сейчас. Кафе. А что кафе по сравнению с кейдами новыми? Ну, господи. Сегодня еще дрова выпала. Здравствуйте. Поздравляю тебя за шпата. Высела к тебе дороге. Не место красоты. Чай, как кушала бауза. Ночь. Ну, это что, нехороший? Хороший, а еще лучший. Я шумку слегу. Дядочка. Хорошего мужа. Это маленький, как кузей. Ой. Я довольте, или это... Это хороший парень. Ай, мелочный парень. Парень ты. Папочка, спасибо. А вы опоздали, а вы опоздали. А я раньше в этом году. Ну, несомненно. Себе тоже с праздником. А, и вас с праздником. Было бы странно, если я первый бы поздравил. Итак, подарок от папа. Он не изменяет традициям. Три тюльпана больших, красивых. Папа, да, сюда тюльпаны. Классических. И вот это красно-белые, или полностью красные, или полностью белые. Молодец. Папа, да. Дай это подстать. Так. Подстать себе. Да. Он такой классический. И тюльпаны. А они все. Вот видишь, у них как-то... Да, что-то с ними нет. И вот, смотрите, как вы раскрывались. Причем, это была... Там запакованная была упаковка. И вот это с нее. То есть они с распакованной. Я заставил ее, ну, продавщицу, открыть новую упаковку. И не прям... Ну, блин, они осыпятся, да. Посмотрите, как они... Не, вот эти... Ну, да, вот листочек. Он оторван просто. Жалко цветы, конечно. Их приятно получать. Но, блин, они так жестоко то обрабатывают чем-то, то еще что-то. И жалко очень. Так. Я стала еще поздравить вашу маму и Карину. А мы вчера были в АТБ. Там тоже продают букетиками тюльпаны. Не, ну, там тюльпанчики такие. Они... Они дешевле? Там сколько их... Нет, люди, когда идут много поздравлять, например... Ну, тогда. Ну, а с другой стороны, не проще ли композицию взять? Там сколько? 90 гривен, 5 или 77 тюльпанчиков эти, но они ужасно выглядят. А композиция это кажется, да? Мужчине просто жалко. Вот именно 8 марта бедные все с самого утра туда не мечутся. Ой, бедные. Ой, бедные. А что метаться-то? Надо спокойно все делать. Ну, женщины же так не мечутся. Типа, мы же женщины. А что метаться, я не могу понять. А что ты говоришь, метаются? А кто метается? Ну, я просто каждую 8 марта не наблюдаю. Сметают все цветы, фонарки. Мужики, с самого утра, вот папа, ты тоже яркий пример. А на 23-е. А что он 23-е? Не, 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 пены не остается в магазинах для бритья. Пена. Никто рано утром с этой пеной не бежит, ее не сметают. Ее с вечера готовят, да. Ну, как-то обидно за мной. Так, все, пошли на нас праздничный завтрак. Ну да, как обычно. Все обычное превращается в праздничное у нас в какой-то особый день. Ты торрент не светимый, пираты. Йо-хо-хо. Искаченная игра с торрента. Ой, да ладно, как будто мы не приходим. Ну, не надо в этом установить. У нас смотрит какой-то этот. Ага. Решалов. Я не знаю, как они называются. Какие-нибудь разработчики игры так на нас встут. Опа. Че они там докажут? Мало. Не знаю. А мы качаем лицензионные просто тут скорость быстрее, потом код вводим. Так что у нас все куплено. Мы не пираты. Ну, мы об этом еще надо больше сказать, что-то. Мы не пираты. Повязку с ними. Шутка. Пиратская. Папа же денежку подарил. Он сказал мне цветы и денежки. А он сегодня прям добрый с утра. Он даже в камеру вам помахал. Ха-ха. Это можно считать, что он поздравил всех женщин. У него тоже выходной сегодня. У него выходной. Потому что папе выходной, грубо говоря, нет. Поэтому он, наверное, довольный такой. А я на работу. У меня нет выходного. Так я выглядывала в окно, когда ты ушел. Никого не было на улице вообще. И нет никого. Я тоже выходил, не было никого. Но в итоге... А в итоге все стоят в магазинах. Я смотрю, все такие запухшие. Спросони пораньше. Такие эти... Неумытые толком. Растрепанные. Цветов. Цветов мне. Да, именно цветов. Вот почему меня забавляет 8 марта. И почему мне жалко всех всегда. На самом деле, это не так страшно. Да, сейчас напишут. Вообще, они должны всегда ухаживать и бегать. Да нет, не должны чего. Приятности можно делать, но... Все, у меня есть три бутерброда. Чаек. Это не мне три бутерброда, если что. А у меня чисто. У меня один. Молоко, каша, бутики. С миски. Витаминка. Да, с миски. Я в ней готовлю. А мне подашь мои таблеточки с водой? Раз уж сегодня 8 марта. Мне жалко тебя, конечно, но... Всем приятного аппетита. Хорошего настроения. Празднуйте. Чтобы сегодня вас все-все поздравляли. Вот. И будьте счастливы. Все, увидимся уже вечером, наверное. Да. Или завтра утром. Пока-сики. Продолжение следует.